Жители Сарапула придирчиво рассматривают свежеукатанную дорогу. Это улицы Западные. Местные рассказывают, здесь долгие годы яма-яму множила, а дорога ведет не только к частным домам, но и к школе. Проезд превращался в квест. Не сбить пешехода, не окатить водой из лужи. Попросили сделать валик водоотводной, чтобы вся вода вниз по дороге уходила, а не уходила на улицу. Каждый год им учились, людям ходить были. Были тротуары, но они без бордюра были. Очень прекрасно сделали. Улица Западная – первая, где в Сарапуле начался ремонт по национальному проекту «Безопасные качественные автомобильные дороги». Помимо самой проезжей и пешеходной частей, установка знаков и благоустройство остановочной площадки. Готовность объекта – 90%. Применяется асфальтобетонная смесь ТБМРК-2, но требования по асфальтобетону ТБМРК-2 более жесткие. Это сделано для того, чтобы асфальт был еще более качественным, еще намного дольше прослужил для всех, в частности, и для нас, так как для нас это тоже немаловажно, так как мы несем гарантийные обязательства и отвечаем за этот объект в течение четырех лет. Еще одна бригада дорожников трудится на улице Степана Разина. Это центр Сарапула. Совсем рядом набережная, куда прибывают теплоходы с туристами. Отсюда стартует экскурсионный маршрут по купеческому городу. Это излюбленное место самих сарапульчан. Горожане сами выбирали улицы, которые попали в программу «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В рейтинге 33 участка. В этом году сделают 6 на 50 миллионов рублей. В контроле участвует заказчик, подрядчик. Со стороны министерства специалисты участвуют. Общественные организации очень серьезно помогают. И, соответственно, есть еще и технические средства контроля, лаборатории специальные. Пятиступенчатая система контроля показала себя в прошлом году. Теперь ее применяют во всех муниципалитетах, где идет ремонт дорог. Активные работы ведутся в Ижевске, Сарапуле, Можге, Воткинске, Камбарке. Начался ремонт и на региональных трассах. Марина Баль, Денис Федоро. Новости.